Еще раз, поехали. Про кого с этого тарелли? Про подвиг... Кого? Подожки курсантов. Поехали. Я вам хочу сегодня рассказать о подвиге детей. Как много век в 1841-м испытать в своих 16-18 лет. Ведь... ведь жизнь... Ведь жизнь решила их послать вперед. На танки в ледяные лапы смерти. Когда не вы, то кто Москву спасет? Остались только женщины и дети. Сигнал тревоги. Строй курсантов стих. Приказ загородить подход к столице. Без опыта войны. А против них стояли хладнокровные убийцы. Рыководство творения. Я вам хочу... Рыководство творения. Баллада. Баллада. А подвиги кого? Баллада о подвиге. Балладских курсантов. Уже на бал ниже. Поехали. Я вам хочу сегодня рассказать о подвиге детей. Как много бед пришлось им в 41-м испытать. За 16-18 лет. И жизнь решила их послать вперед. На танки ледяные лапы смерти. Тогда не будет только кто Москву спасет. Остались только женщины и дети. Сигнал тревоги. Как один друг к другу поклялись. Назадь не шагу. Врагу позиции мы не отойдем. И первый раз они пошли в атаку. 12 легендарных дней прошло. Мальчишки оборону держались. Они сражали всем смертям на зло. И солдат немецких враг с собой вселяли. Потом, когда отбросили врагов, Войскам открыл страшная картина. Раскиданы тела ученики. Про кого сетворили? Про подольских? Курсантов. Плохо. Поехали. Я вам хочу сегодня рассказать о подвиге детей. Как много бед пришлось им в 41-м испытать. Вам в 16-18 лет. Ведь жизнь решила этот послабирать. На танке ледяные лапы смерти. Когда-нибудь кто-кто вас пусть спасет. Остались только женщины и дети. Сигнал тревоги и строй курсантов всех. Прекаян. Загородить подхозь Олези. Без опыта войны. А против их стоят хладокрутные убийцы. Три... Так, давай на камеру проработаешь. Про кого рассказываешь? Про подольских курсантов. Поехали, пересказ. В 1939 году, 1940 году создались два военных училища. Два военных училища. Артиллерийский и пехотный. И пехотный. И пехотный. Дальше. В 1941 году был набор. У кого был выпускной, они... У них... Когда прозвучала тревога? Тревога, 5 октября. Какого года? 1941. Дальше. Младший командный состав что? Младший командный состав пошел на войну. Кто это такие вообще? Младший командный состав это... Младший офицерский... В 1939 году, тире по 1940 года создавалось две школы. Хорошо. Что такое младший состав этих училищ? Что это такое? Без младшего состава были состоялись бои, так как они влияли очень большой роль. А кто такой младший офицерский командный состав? Что это такое? Младший офицерский... Командный. А, командный состав. Это курсанты. Курсанты, да. Но они кто? Кто? Будущие кто? Офицеры. Правильно. Так, когда первый бой с Виподольским курсантом? Первый бой состоялся 6 октября на восточном берегу... Вечером на восточном берегу Угры. С кем? С немцем. А за курсантов кто еще? Десантники. Десантники. Какие пушки они использовали? Использовались пушки из русско-турецкой войны 1877-1878 год. Так, и итог сражений? Мы потеряли... Наверное, не всегда на Еленском рубеже остались 2500 курсантов. И это был каждый десятый, а немцы потерпели поражение. Их всего выступало 200 тысяч. Сколько они потеряли? Потеряли 5000. И 100 танков. А с десантниками они вначале только смогли 20 танков, до 20 танков разбить, и до 10 броневиков несколько сотен. Ладно, пять с минусом.